севооборот это альфа и омега растеневодство вот это можно она стоит того и все для дальнего востока это всегда плюс 10 центнеров всегда плюс самая высокая урожайность была получена у нас при посевах 6 мая прям перед заморозком спасибо дарья владимировна вы меня избавили просто от мучений на этот год здравствуйте дорогие зрители это пять вечеров про сою цикл программ в которых мы говорим об агротехнологиях и перспективах сои сегодня вечер посвящен агротехнике сои и в нашей студии практике из разных регионов россии курскую область представит заместитель генерального директора по развитию акционерного общества артель дарья краткова об опыте выращивания сои в воронежской области расскажет необычный фермер игорь ажнов великие площади сева сои в сибири на дальнем востоке какие агроприемы позволяют выращивать бобовую культуру на этих территориях расскажет юрий колодий руководитель сибирского центра плодородия и семеноводства ну и конечно точка зрения селекции тоже сегодня будет представлена у нас гостях александр слухов заместитель президента по науке компании сока и начнем мы самого главного как сказал александр николаевич самое главное это как встроить сою все в оборот хозяйства поговорим о предшественниках александр николаевич поделитесь вашими наблюдениями и рекомендациями предшественники для этой культуре лучшими все-таки являются яровые азимы и зерновые кукуруза как ранее убираемый предшественник на силос и кукуруза на зерно остальные предшественники в виде подсолнечника в виде рапса в виде других бобовых культур они я не скажу что они совершенно непригодны я скажу что посев под таким культурам в дальнейшем влечет за собой огромные проблемы что мы наблюдали в условиях опять же этого года да и наблюдаем ежегодно в частности если говорить о предшественнике подсолнечники подсолнечник или предшественники рапс то для свои в этом году предшественник подсолнечника в тех регионах где условия по влаге складывались очень жестко привел к тому что культура очень сильно она очень сильно страдает от обработок жестких обработок попадалицы подсолнечника и соответственно она там просто-напросто чувствовала себя очень плохо и на фоне вот этих жесточайшие засухи и повышенных температур люди совершенно не получили тех ожидаемых результатов а то что касается и такая же ситуация в частности было но не с несколько в иной ипостаси в тех регионах где у нас было переувлажнение то есть где был нарушен севооборот и соя высевалась по таким предшественникам как азимы и яровой рапс соответственно на фоне неплохих урожаев я имею ввиду урожаи за три тонны с гектара тем не менее культура очень сильно повредилась склеротиниозом и люди просто-напросто предприятия не могли физически зайти и отработать потому что шли дожди и физически не могла просто техника даже войти в поле соевое даже несмотря на то что имелись предприятие фунгициды которые при их использовании снимают проблему данную ну по крайней мере делают ее не такой острой соответственно севооборот это альфа и омега растеневодство и нарушать его но ни в коем случае нельзя но и мы в общем то тоже стараемся разделять у нас два существует севооборот в хозяйстве у нас соя разнесена с подсолнечником то есть принципе изначально в хозяйстве строится технология по разнесению этих двух культур территориально на местности и вот подтвержу то что александр николаевич говорит про склеротини в прошлом году у нас была тяжелая уборка и у нас помимо того что мы свое зерно храним храним много чужого зерна и для содружества в том числе генерируем партии для отгрузки соответственно через нашу лабораторию проходит очень много сто разность разных хозяйств разных сортов разных направлений вообще выращивания и мы видели что именно в тот год проблемы были как на сои со склеротинии так на подсолнечники так он был и на рапсе это была серьезная вспышка в этом году мы такого не наблюдаем другие погодные условия но то что в зоне в нашей увеличивается количество сои это факт у нас строится переработка запускается переработка в регионе и соя становится очень популярной культурой количество масличных все в обороте увеличивается поэтому вот очень аккуратно эту историю нужно отсмотреть у себя потому что подсолнечник в соевом севообороте до 8 лет дает исходы падалицы особенно те кто пашут это видеть неоднократно это кстати тоже к вопросу о том что после подсолнечника не стоит пахать чтобы не закинуть весь этот массив падалицы в глубину который потом в течение 8 лет будет нам продуцировать вот эти объемы подсолнечника и тоже к вопросу что мало того что подсолнечник нам сажает урожайность потому что мы его от него избавляемся гербицидными методами они все равно обладают фитотоксичностью но и плюс еще в чистую вот стопроцентно уничтожить подсолнечник очень сложно в посевах фотосепараторы есть не у всех и вот наличие подсолнечников в зерне товарной сои это настолько колоссально сбивает цену за этот товарный подсолнечник что стоит заранее все в обороте озаботиться решением этой проблемы это вот так внутри поля решить очень сложно вот только на верности в оборотной историей next院 если можно я спрошу опять же вот в чатах ко мне часто прилетают вопросы от людей которые только-только хотят вот от новичков да а вот можно ли посеять по гороху игорь может скажем от по гороху можно а вот по подсолнечнику можно а вот по рад개�SL а что сделать чтобы посеять вот по гороху можно вот я спрошу такой вопрос может быть дилетантский вот ищет от ли две реально задают я не знаю что ответить это та же самая история одни и те же заболевания на культуре одни и те же вредители. Соответственно, можно, если очень хочется, как у нас говорят, если очень хочется, то можно, но люди должны понимать, что они могут запустить вот эту цепочку всего негатива, которая в конечном итоге приведет их к понижению урожайности, к снижению его качества. Соответственно, вот это можно, оно стоит того. Александр Николаевич, ничего Вы не сказали о таком предшественнике под сою, как соя. Мы знаем, что если сою по сои сеять, то из года в год будет лучше урожай. До каких пор можно сою сеять по сою? Если говорить, что будет лучше урожай и то, что мы наблюдаем, да, несомненно, второй год соя по сои урожай будет выше, и это мы также наблюдаем, ведь из года в год на нашем агрополигоне в Краснодарском крае, в Денской, мы закладываем различные, самые различные, мы модулируем самые различные ситуации, которые могут возникнуть в производстве, и в том числе соя по сои, да. Но это только лишь для тех предприятий, которые занимаются товарным производством сои. В тех предприятиях, которые занимаются семеноводством, ну, естественно, мы это не рекомендуем. Даже посеяв сорт по сорту, в любом случае, вот эта вся потом зашедшая во вторую, в третью волну соя, она может к чему привести? Того же самого сорта. Это будут разные сроки созревания, то есть одна соя уже созреет, вторая еще будет находиться в каком-то состоянии недозревшем, то есть будут особого, ну... Хороших семян не получишь. Да, да, уже будут неприятности, уже будет трудности в производстве. А так, мы не наблюдали какого-то снижения урожайности, опять же, здесь можно говорить очень долго, смотря в каких регионах, да. Есть регионы, в которых насыщение севооборотов достигает там 70%, а есть предприятия на Дальнем Востоке, Юрий Антонович подтвердит, которые выращивают сою как монокультуру более пяти лет. Это допустимо? Ну, наука о чем говорит, что формирование однотипного характера сорняков, одни и те же вредители, одни и те же заболевания, однотипный вынос питательных веществ, то есть из года в год культура выносит одно и то же, да, это ни к чему хорошему. Здесь, опять же, если мы вспомним эти законы земледелия, закон возврата питательных веществ в почву, да. В принципе, как, если ты монокультурой занимаешься, ты должен возвращать те питательные вещества, которые культура использовала для формирования собственной урожайности. Поэтому мы все-таки говорим о максимум товарном производстве, это трехлетний цикл, а вообще два года. На второй год, да, мы наблюдаем, что урожай может увеличиваться на 3-4 центнера. Соя по сои – это вопрос Дальнего Востока. Более 70% в структуре севооборота занимает именно соя. Действительно, то есть Александр Николаевич скромно сказал 5 лет, более 10 лет есть практики выращивания по сою. С одной стороны, что заставляет людей сеять сою по сою? Экономика. Вот возьмем статистику. Средний урожайный сои на Дальнем Востоке – 15-16 центнеров. Невеликий урожай. Невеликий, но экономика все равно позволяет выращивать. Но через 10 лет такого интенсивного севооборота производители сталкиваются с этой колоссальной проблемой, когда урожайность падает меньше 10 центнеров. Естественно, это проблема, и мы с ней сталкиваемся. Мы в своем соевом севообороте, так как для нас соя – это все, соя больше ничего, с кукурузой сейчас водится, но по сравнению Амурской области, 40 тысяч гектар кукурузы на 900 тысяч гектар сои, то есть цифры. И мы в своем севообороте нашли такую формулу. Из 100% севооборота, 60% – это соя, 30% – это седиральные пары и 10% – зерновые. И тогда мы выходим на урожайность 20+. А если мы идем по второму кругу, по седиратам, то уже 30+. То есть насыщение севооборота плодородием, мы так это называем, оно выводит нас из этого соевого тупика. Юрий Антонович, Вы в качестве предшественника используете промежуточную культуру или седиральную культуру. Расскажите, почему Вы решили сеять овес? То есть именно овесы, а не какую-нибудь другую культуру? Овес. Овес – это наши условия, Россия, да. У нас Сибирь, Дальний Восток, сегодня зима, завтра лето. И у нас всего есть 4-5 недель, когда после сошел снег, наступили плюсовые температуры, и наступает период посева сои, так как соя – все для Дальнего Востока. Вот. И овес мы сеем мерзлоталую почву. По плодородию почвы Дальнего Востока – это не черноземье, это гораздо скромнее. И, соответственно, насыщая качественно, здесь вопрос, не просто овес посеяли и забыли, мы промежуточную седиральную культуру выращиваем. То есть мы усиленно протравливаем семена, заниженной нормой высева 70-80 килограмм овса на гектар, это очень важно, да, то есть не 100, не 200, а именно 78. Усиленная доза питания, чтобы наша корневая система овса взорвалась, в хорошем смысле слова, да, в это питание должна входить микробиология почвы, потому что мы должны запустить процессы перехода из недоступных в доступные формы, то есть и дальше овес взошел, в начале фазы кущения, мы еще и листовое питание усиливаем рост корневой, чтобы за 4-5 недель получить максимальное количество органического вещества, то есть если рассматривать, корни у нас мощные, облепленные, это тут, знаете, в резосфере овса как раз переходит этот переход, то есть максимально создать этот завод природный, чтобы потом соя питалась этими доступными веществами, а там не просто широко признанный азот, фосфор, калий, сера, бор, там гораздо все масштабнее, чем мы можем сегодня представить, и таким образом, то есть овес, он толерантен к холоду, быстро дает массу корневую и дает хорошее питание для сои, и что очень важно, мы измеряли температуру промежуточной культуры и зяби, казалось бы, черная земля, солнце прогревается, должна прогреваться быстрее, но нет, температура прогрева почвы при всходах овса на 4 градуса превышает температуру почвы по зяби, то есть на зяби сорняки только ниточки, на овсе это 2, а то и 4 пары листьев, то есть при посеве сои первую, а может даже вторую волну сорняка мы убиваем, то ли глифосатом, то ли механически, кто имеет инструмент прямого посева, тот напрямую сеет, так как мы, кто нет, дискуют и сеют сою, вот такую глобальную задачу выполняет промежуток. В какой стадии овса вы производите дискование, или в какой стадии останавливаете овес? Средина, конец кущения. А листовое, про подкормку вы сказали, на овсе, что это азот? Нет. А что? Это органахилаты. У нас, как все в обороте, 2 третих сои, да, то есть у нас соя по сои 2 года. То есть на третий год по этой сои будет либо седиральный пар, если это слабое поле, вот, либо зерновые. И снова соя по сои. То есть 2 года соя, а потом либо седират, либо зерновые. И седиральный пар, опять же, овес или что-то другое? Какой седиральный пар? Вот если полноценный он, не промежуточный. Совершенно верно, да, да. Это очень важно. Значит, седиральный пар, что мы делаем, да? Мы не пашем, мы рыхлим. Для чего? Для того, чтобы создать максимально комфортные условия для развития корневой системы седиральной культуры. Седиральной культурой в полном цикле года у нас выступают либо яровой третикали, либо овес. У нас сейчас уже появилась там яровая рожь. Вот три главных зерновых культуры. То есть мы их также выращиваем корневую систему. В седиральном паре для нас главная корневая система, ее мощь. Вот. И в фазе флагового листа мы дискуем. То есть мы сначала наращиваем органическое вещество, наращиваем ее именно в структуре почвы. Нас мало интересует то, что сверху. То, что там в почве все происходит, да? Вот. И далее поддерживаем черную землю. То есть это два-три дискования. В нашем случае дискование. Чтобы не росли сорняки. Поддержим условия минерализации. То есть час выращенного нами органического вещества должно перейти в минеральную форму, которая даст увеличение урожайности. На нашей практике это увеличение урожайности в полтора-два раза выше истории этого поля. Вот если на этом поле там было 10-15, будет 20-30. А если 20-20, будет 40, что мы и получаем. Юрий Антонович, а можно по экономике спросить? Вот вы сеете овес. Достаточно хлопотное дело. Это затраты на сев, затраты на протравку семян. Плюс подкормка еще органахилатами. Не буду уточнять, сколько они стоят. Оправдывают ли себя эти затраты? Насколько потом вырастает урожайность в слое? Ну, затраты на гектар вместе с зарплатой, запчастями и амортизацией 8 тысяч рублей на гектар. Это сев овса? Да. Перед севом сои? Да. Так, а что соя дает потом? Ну, вот сидерат против хорошего, против зерновых. Это всегда плюс 10 центнеров. Всегда плюс. Сою следует относить к зерновой культуре или к пропашной культуре? Соя – это все-таки бобовая культура, которую можно, и она настолько уникальна, универсальна, что ее можно выращивать как по технологии производства зерновых культур, так и по технологии производства культур технических и пропашных. То есть эти две технологии коренным образом отличаются друг от друга следующим, что по технологии зерновой соя высевается с междурядьями 15 см, 16 см, можно ее высевать, то есть рядовым способом так называемым, который не подразумевает под собой обработку и уничтожение сорной растительности и рыхление почвы, то есть механически. И другая технология, которая используется при производстве пропашных и технических культур, то есть именно с возможностью механических обработок. У нас в Краснодаре три года из… один год, то есть из трех является более или менее нормальным для производства данной культуры. Вот если год удался по влагообеспеченности, то рядовой способ, либо у вас есть орошение, он более предпочтительный. Но опять это все говорю я с оговоркой, потому что взять и посеять рядовым способом, как я не устаю об этом говорить, это на мой взгляд все-таки более высокая компетенция агронома. Если вы допустили какие-то промахи в посеве культуры с междурядьями, вы просто можете зайти и обработать эти междурядьями механически, то есть снять до 70%, до 80% даже сорняка, механически сделать обычную междурядную культивацию. Сейчас позволяют уже культиваться, опять вот Игорь интересные вещи рассказывал, когда культиватор уже работает и непосредственно между растениями уже есть такая возможность убирать сорные растения. Есть у нас такой вариант. Если что-то было упущено в технологии рядовой, то есть зерновой, я не знаю по каким причинам. То есть не сработал гербицид, либо вне регламента что-то проведено и культура начала страдать от того, что там появляются сорные растения, то понимаете, мы можем просто-напросто зарасти банально и не справиться просто-напросто с сорняком. Мы уже порядка 10 лет занимаемся выращиванием сои, и первый опыт был не очень удачный, лет 5 мы прям мучились, не получалось. И потом я поставил себе цель, думаю, я сейчас изучу для себя этот вопрос конкретно, какой же междурядье правильный, норму высева, все, и сейчас я все пойму, и когда я вот прям как все пойму, сразу у меня все получится. И вот чем больше я этот вопрос изучал в разных условиях разных лет, смотрел, тем больше вопросов появлялось. Я скажу, что вот сейчас 10 лет мы занимаемся уже своей, и у меня сейчас вопросов больше, чем ответов. Да, и вот буквально этой зимой я вот смотрел, опять же, выпуск на ютубе, вот Агробук. Спасибо им большое, Дарья Владимировна. Они рассказывали про технологию, Дарья, да, вы рассказывали про опыт артели. Я у себя в журнале, значит, расписал на следующий год опять опыт, и думаю, вот это попробую, вот это. И у Дарья я услышал, ну, вот прям ключевое для себя то, что она хотел услышать. Она говорит, норму высева оптимально, артель пришли к тому, что оптимальная норма высева где-то 600 тысяч штук, 600-650. И опять же, междурядье, ну, там, рядовой, да, ну, зерновой, скажем так. То есть, ну, все сорта поздние, средние, там, ранние по срокам созревания, они где-то плюс-минус около этого пляжа. То есть, при, значит, зерновом междуряде узком, да, и при норме, там, 600-650, ну, плюс-минус получаем средний результат. Потому что мы не знаем, какой будет год. То ли будут дожди, то ли не будет, то ли засуха, то ли не засуха, то ли в этом году вообще заморозки, которых никто не ждал в мае. И они у меня, ну, ранние посевы частично выбили, ну, такими плешинами, знаете, кругами, да, вымерзло. И там, где зерновой посев, там это все закрылось и особо не видно, то есть, нивелировался, да, этот вот ущерб. Вот, поэтому я, когда это видео посмотрел, я прям взял из журнала, у меня там расписано было. Вот, я прям вырвал этот лист, сказал, спасибо, Дарья Владимировна, вы меня избавили просто от мучений на этот год. Мы сеяли на 70 с междурядем, с разными нормами высева. Я вам скажу, что тут же мы сеяли на 35, тут же сеяли узким, значит, междурядем разные нормы высева. И разница в урожайности из года в год была, ну, небольшая. Ну, там, 3, может быть, 4 до 5 центнера. Ну, 5, конечно, это много, но в целом где-то 1, 2, 3, 1, 2, 3. И я для себя сделал вывод, что как ты не сеешь, если ты смог защитить самое главное сою от сорняков, плюс-минус сложилась нормальная погода, вот, то, в принципе, свой урожай сои, она сама, культура удивительная, она сама, вот такое ощущение, приспосабливается к этим условиям, которые для нее складываются. В широком междурядье, значит, она лучше ветвится, больше бобов, там все, и больше места. Меньше, значит, в междурядье меньше места, ну, больше растений. То есть, то же самое количество бобов заложится, ну, не на одном растении, а там на 5-6 растений. У нас в голове складывается определенная логика, основанная на нашем образовании, логика процессов, которые должны происходить. И мы, в общем-то, всегда обычно ожидаем результата, соответствующего нашей логике. Вот в 60% случаев у меня обычно логика не работает так, которую я ожидаю получить в конечном итоге в результате. Но я хочу сказать вот об одном факте. Мы наблюдаем сейчас большую экспансию сои в нашем регионе. Для нас это относительно новая культура. И мы несколько, ну, мы десятилетия назад прошли этот процесс с кукурузой. Когда у нас приходила кукуруза в нашу зону, казалось, что только раннее ФАО мы можем сеять, а сейчас мы уже сеем 340 ФАО, и все это движется, движется. И по нормам высева была такая же ситуация. В нашу зону кукуруза заходила с нормой высева 100 тысяч штук на гектар. Сейчас мы переходим, опять же, опытами до 70. То есть, представляете, насколько на 30% упала норма высева со временем. Поменялись гибриды, поменялась техника, поменялись химпрепараты, поменялся климат. За это время мы все равно переходим в степняки. Наша зона увеличивает влияние степных условий, и мы и по сорнякам это видим, и по осадкам это видим. Вот все это идет туда. Я вообще не исключаю, что вот сейчас СОЯ проходит тот же самый процесс. Мы начинаем, потому что мы еще боимся, мы начинаем с запасом, с нормами высева. Мы начинаем с больших норм высева, и я по хозяйству вижу, мы начинали с 850 тысяч штук. Было страшно, это очень много. Со временем мы уменьшаем, 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 сейчас уже дошли до 600 тысяч штук. Мало того, вот сейчас опыт, который с нормами высева мы закладывали, уже 4 года мы его закладываем по зоне. У нас, значит, 3 года подряд, какой-то год выше 500, нет разницы, какой-то год выше 400, нет разницы, какой-то год выше 600. Мы все равно берем с запасом 600. По этому году мы сеяли вот на нашем полигоне 300, 400, 500 и 600. И никакой разницы по урожайности не было. И самое интересное, что я ожидала, конечно, вот как раз в условиях этого года, когда у нас засушливые условия, сейчас тут много будет смеяться в комментариях по поводу засушливости наших условий, но, в общем-то, для нас нестандартная ситуация. Действительно, у нас в момент цветения и формирования бобов и наливого боба вообще практически осадков не было. И в моей логике у нас должны были выиграть маленькие нормы высева, потому что, значит, вот им досталось. Ну, разницы, естественно, никаких, соответственно, пересевать смысла, конечно, не было. Но, опять, это первый год, мы такую ситуацию видим, а надо смотреть среднюю многолетнюю историю. И, во-вторых, если честно, то по-хорошему, конечно, должна быть и сортовая специфика, детерминанты, ну, то есть вот много вот этих вещей должно сюда вкладываться. Но объективно, положа руку на сердце, у нас каждый год сорта меняются в хозяйстве. Вот, ну, в большинстве случаев. Конечно, можно выработать технологию для одного сорта многолетнего и найти идеальное соотношение нормы высева, сроков сева, подкормок, тра-та-та. Вот это всё можно найти. Но нам приходится иметь дело в общем с культурой соя, без учёта там сорта и каких-то вещей, с учётом того, что у нас мы сеем. Кто-то сеет, допустим, широкорядными сейлками, у них нет сейлок сплошного высева. Им проще на 45 сдвинуть и сеять такой сейлкой. У кого-то нет кукурузы, кто-то сеет только зерновые, им проще сеять так. Кто-то, кто будет заморачиваться с междурядной обработкой, их ещё меньше. Их вообще вот прям вот столько вот. Потому что людей нет, дополнительный выход техники в поле – это всегда горючка, люди, отсутствие навигации, опять же, в нашей зоне сейчас это вообще сплошь и рядом. Вот когда ты на всю кучу этих факторов смотришь, ты понимаешь, что надо делать, сейчас, наверное, неправильно скажу, да, не как удобно, да, но как ты можешь сделать, понимая логику культуры. Кто уже осмелел, тот будет переходить, конечно, на более низкую норму выси. Вот я как пример приведу. Мои делянки заложены на Байарине. Это площадка Байара. Они тоже сеют сою, на ней закладывают гербицидные опыты. И эту площадку закладывает мой супруг. И вот он мне говорит, я буду сеять 400 тысяч. Ты там со своей 600 тысяч, со своих делянках, вот, пожалуйста, занимайся. И вот мы ходим друг к другу, значит, смотрим, у кого как это соя. Ну, и я вижу, что у него получается. Он за ней бдил весь сезон, там, глаз с этого куска сводил. 400 тысяч, у него все получилось, нормальная, хорошая, прекрасная урожайность. Я понимаю, что холдинг, который будет сеять там сотни тысяч гектар, и не успеет он, не успеет эту гербицидную обработку произвести, она у него зарастет, если она будет жидкая, объективно. Если он ее не выровнял, она у него будет сходить непонятно как, густоты там не будет. Соответственно, в их случае, может быть, есть смысл перестраховываться и уходить на более высокие нормы высева. Поэтому вот этот конструктор, каждому надо собрать. Вот средний по больнице, вот я с Дарьей полностью согласен, что 600 тысяч и обычно зерновой междуряди, это вот на всех сортах, оно плюс-минус, средний урожай вы возьмете. А дальше уже ищите сами свои. Мы можем говорить о том, что соя универсальная культура и индетерминантные сорта, которые могут ветвиться, они, в принципе, реализуют свой потенциал и на 250, и на 300 тысячах. Они также, здесь мы опять возвращаемся, мы сейчас об этом говорили, здесь сейчас мы говорим о возможности удержать, более, так скажем, в ценозе насытить соей для того, чтобы снизить прессинг сорняков. А так, если все делается в идеале, естественно, пожалуйста, сейте 350 тысяч, получайте свои урожаи. Я соглашусь с коллегами, что правило входа 350 тысяч – это уметь защищать сою от сорняков. Это первое правило. И второе правило – уметь сою при такой густоте питать по вегетации. Защитить и питать. Мы сеем сою 350-450 тысяч, да, то есть у нас еще в этом году было 450, в следующем году будет только 350. Значит, мы тоже учимся, да, защищать сою. Значит, не сломя голову идем по этому пути. Приморский край, приведу пример. Да, в этом году сверхизобилие дождей, там, катастрофическая ситуация, посеяно только около 50% сои. Да, то есть в нашем базовом хозяйстве, Покровская искра, сорт веда. Густота 450 тысяч, да, во всего 29 центнеров. А 350, 36, стартовая доза удобрения одна и та же, 60 килограмм амофоса на гектар. Да, но мы уже научились защищаться от сорняков и питать по вегетации. При изобильных дождях, даже сверхизобильных, да. То есть, опять же, подчеркну, выводы. Первое, уметь защищать от сорняков и второе, умение питать по вегетации. Вот 350-450 мы сеем, как на Дальнем Востоке, так и в Сибири. То есть, и в сторону понижения, да. То есть, мы уже научились дробно носить средства защиты растений, не допускать никаких волн сорняков, их глушить в фазе первых максимум листьев. Что, с одной стороны, мы минимизируем стрессы для сои, с другой стороны, поддерживаем чистоте поля. Это позволяет, вот это пространство позволяет больше использовать площадь питания, освещения. Для сои очень важно солнце, очень важно. Да, то есть, фотосинтез – это тот инструмент, который мы не всегда используем. Вот разница 7 центнеров между 350 и 450 – это продукт фотосинтеза. То есть, какой продукт? Вырабатываются ассимилианты, это в основном сахара, опускаются к клубенькам, кормят клубеньки, клубеньки взамен дают азот, а это дает нам повышение урожайности. Надо, чтобы достаточно было света, получается. Да, но свет – это первое условие, да. Мы определились, сколько сеять. Вернее, не определились мы, сколько сеять. Это творческий вопрос, решайте сами. Давайте поговорим теперь про сроки сева. Александр Николаевич, есть ли здесь пространство для маневра? Или существуют жесткие правила, когда сою нужно посеять? Ну, давайте обратимся опять же к культуре. Культура – родина Юго-Восточная Азия, то есть, это влага и тепло. И возвращаясь к опытам нашего агрополигона, который мы ежегодно закладываем, и Дарья Владимировна в этом году закладывала у себя в предприятии, то, что мы наблюдаем. Мы пытаемся учесть, так скажем, смоделировать все ситуации, которые у нас могут развиваться в предприятиях. Ведь в предприятиях не одна культура соя. Есть в некоторых предприятиях до 7 культур, до 8 культур в севообороте. И, соответственно, мы понимаем, допустим, какие условия складывались в этом году, в текущем. Ранняя весна, ветра, повышенные температуры, начинают сеять ранние яровые, отсевают их очень быстро. Несвойственные для сои сроки посева. То есть, да, это первая, вторая декада апреля. Я сейчас говорю о центрально-черноземном регионе. На юге, по первой возможности, которую мы используем, ну, это ориентировочно 1 апреля. Когда температуры почвы на глубине заделки семян, это 4-6 сантиметров, достигают 8-10 градусов. Вот мы в это время в нашем агрополигоне стараемся самые первые сроки посеять. И сеем их с промежутком 1 неделя, то есть 1 апреля, 7 апреля, 14 апреля. И так сеем до конца рекомендуемых агротехнологических сроков, до 25 мая. Что мы наблюдаем? Если мы сеем сою вот в такие сроки, ну, тут прежде всего нужно ориентироваться на температуру почвы. Ориентировочно у нас 1 апреля, там 8-10 градусов Цельсия на глубине заделки семян, температура почвы. Мы получаем сходы только лишь на 21 день. Можете себе представить, что может случиться. Мы дальше модулируем ситуацию, там идут дожди. То есть мы могли бы на агрополигоне зайти и вручную уничтожить сорняк. Но мы смотрим, в данный момент мы, допустим, не можем зайти с опрыскивателем. Вот мы пришли, поле влажное. Ну, никто же в здравом уме не погонит тракторы с опрыскивателем во влажную грязь. Соответственно, мы это все оставляем. И по нашим наблюдениям, те посевы, которые мы сеем, то есть есть нормальные температуры, при которых соя всходит буквально через неделю. Это 18 градусов. Или уже оптимальные. 21-22 градуса. Соя всходит на пятый, на шестой день. Соответственно, что такое всходы, полученные за 5 дней? Это ровные, дружные всходы. То, что сеется при пониженных температурах. Соответственно, всходы, во-первых, они очень долгие. Во-вторых, они разновозрастные. Как мы не хотим, мы получаем сходы. В 2-3 этапа они получаются. То есть, и вот эта вся череда проблем, она тянется до самой уборки. То есть, при уборке некоторые уже растения, они готовы. Они уже подошли к своей физической спелости 14%. Остальные еще зеленые. Соответственно, нужно применять. Вот этот год, он очень четко показал, что ранние сроки. И практически, я думаю, те предприятия, которые сейчас, возможно, смотрят нас, они согласятся. Практически никто в этом году не обошелся без диссиканта. Практически никто. Все, особенно те предприятия, которые посеяли в ранние сроки, все работали с диссикантом. То есть, мы все-таки рекомендуем дождаться оптимальных температур. Соя не ранняя яровая культура. То есть, лишний раз, если есть такая возможность, может быть, кто имеет возможность, то есть, достаточное увлажнение, побороться механически с сорняками. У кого нет такой возможности побороться при помощи средств защиты растений и посеять сою в температуры, которые для нее более оптимальны, это от 15 градусов, 15, 18, 20 градусов. Но не менее, чем 12 градусов. Дарья, я знаю, что вы проводили опыты по срокам сева сои. Можете прокомментировать? Значит, давайте сначала два слова про то, как у нас в зоне происходит сев сои. Это значит, в мае месяце резко теплеет. В перспективе никакого дождя. Влага еще в почве есть и начинаются думы. То ли сеять сейчас там в 12 градусов температура почвы и ждать, когда взойдет на основании той влаги, которая еще с зимы сохранилась, есть, а перспектива дождя непонятна. Либо непонятно, когда сеять, дожидаясь дождя. Вот эта песня, она начинается у нас стабильно каждый год. И каждый своей логикой тут принимает решение. Значит, в большинстве случаев, что мы можем в таком случае, если мы все-таки решаемся сеять рано, что мы можем сделать, чтобы снизить последствия? Считается, что нужно фунгицидом протравить, потому что лежать будет в земле неизвестно сколько, чтобы это все было хотя бы не съедено той микрофлорой, которая у нас там, значит, находится в почве. Так вот, чтобы прям красиво равномерные всходы получить на пятый день, я, честно говоря, не видела в нашей зоне, чтобы как-то так получалось. Потому что все равно, во-первых, редко у нас в зоне получается у кого-то выровнять с осени. Это начинаются прыжки весной с дополнительными культивациями, чтобы подровнять, разделать, ратататать опять на эту влагу. В общем, вот эта борьба за влагу, она напрямую имеет отношение к срокам сева в нашей зоне. Опыт тоже не первый год закладывали со сроками сева, и в большинстве случаев мы видим, что есть небольшая прибавка от более позднего срока сева, но опять же нас спасал дождь. Дождь таки выпадал. Но не знаю, вот гарантия того, что выпадет дождь, у людей, у которых вот он сегодня пошел первый раз с начала августа, я не знаю, как, насколько можно ориентироваться вот на этот фактор. В этом году у нас, опять же, ранняя весна, и в начале апреля вдруг стало очень сильно тепло, и все начали понимать, что влага-то уходит, опять дождя-то нету, а там 10-е, 5-е апреля только на календаре, а мы обычно сеем между майскими праздниками. Вот эта сдвижка на месяц вперед, она реально в этом году очень многих ввела в некоторое такое замешательство. Ну, в общем, решили, большинство решило сеять, потому что, ну, все, уже дальше тянуть было некуда, соседи все ринулись, самое главное. Ну, и, в общем-то, происходит эта ситуация. Для нас, конечно, уникальная возможность на опытах отрисовать всю эту историю. Первый раз мы выходим 10 апреля сеять наши опыты. Следующие 16 апреля, 23 апреля, потом 6 мая в наши нормальные стройки, и тут у нас заморозок с 9 на 10 в ночь. И, значит, все начинают за своей соей внимательно наблюдать, что вообще происходит. И там не только сои, там кукуруза уже все взошло к тому моменту, яблони цветут вовсю. И, в общем-то, вот этот заморозок, он, конечно, очень должен был серьезно изменить результаты этого опыта, потому что, по идее, должны были первые сроки сева серьезно просесть. Мы видели, были погибшие растения, которые только всходили. Все равно соя, как бы там равномерно ничего не происходило, она все равно, да, всходит. Единичные растения есть, которые всходят потом. И вот к водискации еще тогда вернемся на этот счет. В итоге, да, были погибшие растения, но буквально там через 2-3 недели вот так проходим мимо делянки сои, ты видишь разницу в развитии растений, но она связана именно с разными сроками сева, но в густоте ты разницы вот такой колоссальной не видишь. Хотя заморозок был, и ты прямо в момент, когда ты на следующий день пришел в поле, ты наблюдаешь, что вот эти погибшие растения есть. Дальше еще было 2 срока сева, 20 мая и 31 мая. Почему вот эти варианты заложили? Потому что у нас каждый год соей является культурой, которой пересевают что-то, что не пережило зиму, либо посеялось и имело какие-то проблемы. В общем, культура для пересева. У нас часто соя возникает, особенно когда озимку пересевают, это вообще страховая культура. Да, понять, насколько она реально может возревать вот при этих поздних сроках сева и с чем столкнемся, в общем-то. Что в результате? Самая высокая урожайность была получена у нас при посевах 6 мая, прямо перед заморозком. Эта соя еще не вылезла к моменту, когда произошел заморозок, там первые семидольные листья уже вылезали из почвы, и надо сказать, что это, наверное, одно из самых крепких состояний, наверное, во многих культурах, когда вот только-только, еще даже, может быть, они не сильно зеленые, вот такие бледные, вылезающие из почвы. Но, что самое интересное, более поздний срок сева, конечно же, сравнялся с самым равным по урожайности. Но мы видели в этом году странное сосчитание, когда самая высокая урожайность, которую мы получили от посева 6 мая, дала самый низкий белок. Что еще хочу сказать по вот этим срокам сева? Во-первых, два сорта закладывали аву и аврору. И вообще редкое сочетание, когда два сорта в опытах двигаются в одном направлении. Один обычно в одну сторону реагирует на какой-то фактор, другой в противоположную. Здесь графики абсолютно ровные, что по урожайности, что по белку. Значит, в итоге, как бы не пришла ранняя весна, на месяц раньше, температура, влажность, все было как надо в начале апреля, любимый наш срок между майскими праздниками все равно выиграл. Все-таки, конечно, в сельском хозяйстве влияние одного фактора в вакууме очень сложно оценить, потому что потом произойдет еще череда событий, которое, оно отрегулирует, выровняет, даст кому-то преимущество. Но в целом, в целом мы понимаем, что, конечно, вот эта вот часть в середине, в первой декаде мая, она все-таки в нашей зоне оптимальна. Теперь к моменту созревания. Первые сроки севы, которые мы посеяли в начале апреля, они у нас созрели в первой половине августа. Даже в первой декаде августа, вот мы когда снимали ролики, они уже две недели стояли готовые к уборке. Что для нас вообще странно, мы вообще, в принципе, сою начинаем убирать в последней декаде августа, как бы там мы ее не сеяли. Самые поздние сроки сева, которые вот 31 мая и 20 мая мы сеяли, мы их убрали в начале сентября, но они были еще зеленоватые, и просто, честно говоря, нам уже, скажем так, 70% растений находились уже в стадии зрелости. Но особенность этого года такова, что мы наблюдали в массе растения, она сама по себе, сую неравномерно по ярусам созревает, а тут вот эта разноярусность созревания достигла какого-то апофеоза. Верхние бобы были абсолютно зеленые при абсолютно уже высыпающихся нижних. И вот эту историю, которую с десекацией пытались победить, то есть что только вот не пытались придумать, чтобы не тащить это на завод и не бороться с этим сушкой на заводе, даже доходило до того, что мы в этом году делаем какие-то контрольные обмолоты, привозим на инфратек. Инфратек показывает 8% влажности вороха, но выдает ошибку по влажности, потому что количество зеленых внутри, оно просто шкалило. И вот эта неравномерность созревания соя в этом году была, видимо, вот этой цепочкой погодно-климатических событий, она была простимулирована очень серьезно. Но и мы, собственно говоря, в этом году у себя на ТК, на семенных заводах будем бороться вот с этим фактором, количеством зеленых, которые в бурте не лежат, подрабатывать надо было сразу, соют прогонять на первичную подработку, которую мы обычно не делаем, но вот в этом году пришлось сделать. И десекацию мы там делали. Десекация, кстати, помогла существенно, нам подрастило количество зрелых в ворохе, но все равно не решило 100% на эту проблему. Мы сеяли 15 мая, да, все было прекрасно, как у Дарьи. Я специально сидел прям вот так вот, ждал, ну, хотя чесалось все внутри, думаю, сейчас все, трактора стоят, сейлки все заряжены. Но в этом году мы решили посеять как раз опытные демо-участки от СОКа, всех остановили, и думаю, ну, поковыряемся. День-два поковыряемся, значит, там выходные потом дали ребятам все это. И оттянули, то есть сложились условия, демо-делянки посеяли, и через 5 дней посеяли, начали сеять основной массив. Что у нас произошло? Потом, как мы все знаем, заморозки. Никто их не ждал. И на демо-участках я у себя в Телеграм-канале показывал, то есть прям от и до каждые там 2 недели я показывал, что происходит. Заморозками было убито, ну, сложно сказать, ну, процентов, наверное, примерно 20-25, может быть, до 30. Вот именно разных сортов на демо-участках. От Арктики, самый ранний, до Авроры. А тот массив, который мы посеяли уже поздно, вот 5 дней. Что решает в сельском хозяйстве 5 дней? Их не тронуло заморозком. То есть они были прям вот-вот на выходе, и какой-то там, может быть, 3 миллиметра почва отделяла их от гибели. И потом они после заморозков, значит, вышли из почвы. Но я думал, что все, провалил я, значит, эксперимент, доверие сока я не оправдал, дали мне, значит, да, как опытному соеводу, значит, свои эти сорта на опыт, а я вот так все запорол. Через, ну, наверное, месяц, вот когда я смотрел на демо-участки, на свои, вообще не поймешь, где, что произошло. То есть соя настолько пластичная культура, причем разные сорта, не только там один сорт. Там, где были вот эти пляшины, как я говорю, она разветвилась, как-то все закрыла, кое-где там что-то было видно, но в итоге по урожаю демо-участок мой, пострадавший, он практически не отличался от... Не просел. Не просел. То есть соя сама выправила эту ситуацию каким-то образом. Вот. Поэтому я для себя, да, можно много в теории разговаривать. Вот сложились условия. Почва прогрелась, сеем. Нам в этом году повезло. После посева 63 дня не было дождя. Страшная засуха, влажность воздуха днем была 25-30%. И мы столкнулись с такой ситуацией, да, когда ранняя весна, влага уходить начала. Но, благо, есть инструмент посева. Вот серьезным соеводам нужно понимать, что если ты сеешь сою больше тысячи гектаров, может, для кого-то 500-100, то у тебя должен быть серьезный инструмент посева. Иначе это на удачу. Повезет, не повезет и все прочее. То есть у нас мы... Север, центральной части Амурской области, это отличается от юга. То есть оптимальные сроки наступают 15 мая. Хотя земля прогрелась, все остальное можно было бы сеять. Стоп. Ждали этих оптимальных сроков. 15 мая. На тех полях, в которых был риск потерять влагу, мы их просто закатали тяжелыми баранами. Но у нас есть инструмент посева. Потому что 6 тысяч гектар сои – это серьезно. Я говорю о одном из предприятий Амурской области. То есть и мы ложим, это кинза, мы ложим семя на сантиметр ниже глубины залегания почвой. На следующий день соя превращается в фасоль. 5-6 дней она всходит по линеечке, как положено. То есть если у нас большой объем посева сои, наличие серьезного инструмента посева, точного высева с раскладкой, на глубину залегания влаги ниже сантиметра, и прикатывание – это тот инструмент, необходим. Оптимальные сроки нужно соблюдать. За 18 дней кинза у нас посеяла 3400 гектар. Рядом же сеяли рядовые сеялки, которые не имеют такой системы прикатывания. Засуха сказалась. Урожайность в полтора раза ниже. Все делали одинаково. Вот насколько важен инструмент посева, раскладка и другие процессы. То есть на старте мы уже теряли. То есть рядовая сеялка взошла через 12 дней, кинза через 5. У меня тоже две сеялки. Темпа, который идеальный, всходы, междурядная, и ДМС, которая зерновая, обычная, ни глубину толком не держит, ни расстановки толком нет. Я на семинаре Сингенте увидел, что разница в урожайности при неравномерных сходах неправильной расстановки до 8 центнеров. Опять же, все мои вот эти опыты, которые там темпа, ну классная, сеялка плюс-минус как кинза. Я у себя наблюдал на протяжении 5 лет разницу в урожайности до 5 центнеров максимум. 2-3 центнера, 2-3 центнера. Хотя казалось бы, там соя, 3-3 зерна рядом, одно быстрее взошло, другое позже. Но когда ты выходишь с комбайном, комбайны у меня рисуют карту урожайности, я смотрю на карту, практически нет разницы. Возможно, в каких-то других зонах, да, разница эта достигает и 8, может быть, и больше. Но надо все пробовать. Ну, мне просто легче сеять зерновой, легче, быстрее, проще. Засыпал биг-бэк, погнал, все. Поэтому тут как бы я бы поспорил. Ну, я полагаю, что здесь все-таки Юрий Антонович говорит о масштабных предприятиях, у которых необходимо выработать своего рода стратегию производства. Ведь главный агроном подобного рода предприятиям, если у него десятки, ну, 10 тысяч гектар сои, ты при желании, даже если захочешь, ты не сможешь посетить все эти 10 тысяч. Поэтому у тебя должна быть четкая стратегия. И сейчас речь заходит о том, то есть каждый технологический этап у тебя выверен, начиная от выбора предшественника, сроков посева, температур и заканчивая уборкой. И, соответственно, ты работаешь вот в этих рамках. Нам нужно обсудить еще один вопрос, очень важный, связанный с инокуляцией семян. Игорь Алексеевич, вы знаете ответ, что делать, если нет клубеньков? Да, ну, давайте сразу. То есть, все-таки все, мы смотрим по деньгам, по экономике, да, сделать нормальную инокуляцию, пусть там самым дорогим инокулянтом, все-таки дешевле, чем потом пытаться как-то протеин поднять уже в поле. Да, это дешевле. То есть, потратьте деньги. Вот от Сока недавно приходила, значит, этот прайс-лист, обработка хайкаутом, стоит, ну, по-моему, 11 тысяч рублей на тонн. Кажется, дорого, да, 11 тысяч на тонн. Но когда вы съедите 100 килограмм, то есть, получается, там, 1100 рублей. Я прям сразу в деньгах буду. Ну, там, 1000 рублей, грубо. Это дешевле, потратить 1000 рублей на гектар и спать спокойно, когда у тебя, ты знаешь, что, ну, образуются клубеньки. Но даже если вы потратили 1000 рублей на гектар, клубеньки по десяткам разных факторов могут не образоваться. Я до конца не понимаю, как работают эти бактерии. Поэтому я сею и просто наблюдаю. Вот что вижу, то и говорю. Я иногда вижу эти бактерии, иногда не вижу. И у себя, где у нас никогда раньше не было сои, мы ее сеем, как правило, бактерии, эти клубеньки не образовываются. Почему-то. Я не знаю, почему. Возможно, где-то они образуются. Я не знаю, почему они образуются. Но там, где мы, где когда-то раньше была соя, даже пусть там 7 лет назад, мы сеем, когда повторно сою, как правило, клубни есть. Не знаю, почему. Они там есть. Вот если вы сеете сою, я для себя делаю такой вывод. Возможно, он неправильный. Ну, вот это вот то, к чему я пришел. Если мы сеем на том поле, где никогда раньше сои не было, вот по-любому нужно потратить деньги на хороший инокулянт. И вот нужно заморочиться, сделать правильную инокуляцию, чтобы эти бактерии не погибли, и доставить их в почву. Но если по какой-то причине, даже если вы все сделаете, эти клубни могут не образоваться. Вот что делать, если соя выросла? Смотрим, нету их. Вот что делать? Искать клубенькового долгоносика? Ну, можно искать клубенькового долгоносика, но как-то бороться с этим надо. Мы, наверное, прежде всего, когда мы выращиваем культуру, мы понимаем, на каком этапе у нас она стрессанула, если можно так выразиться. Потому что любой из стрессов, как опять же говорят нам те же самые компании, любой из стрессов, то есть кислая почва, Юрий Антонович сейчас меня подвергнет астракизму, наверное, за вот эти слова, потому что он получает на кислых почвах клубеньки, и он это показывает. Нам же говорят на кислых почвах, и мы говорим то, что мы видим, то, что мы наблюдаем, опять же, в тех средних предприятиях. Клубеньков нет. Высокие температуры клубеньков нет. Низкие температуры клубеньков нет. Засуха клубеньков нет. Избыточная влажность клубеньков нет. Продолжим дальше. Можно говорить о средствах защиты растений, которые стрессанули культуру, повлияли на образование корневой системы. Клубеньков нет. И т.д. и т.п. И повлиять сейчас сразу и все вместе взять вот это в свои руки у нас не получается. Соответственно, вот Юрий Антонович меня уже делает адептом своей теории. Александр Николаевич, что делать? Вот что делать? Вы абсолютно правы. Здесь ключевой фактор стресс. Ключевой фактор стресс. Если мы научимся управлять, минимизировать, вернее, стресс для сои, клубеньки у нас будут всегда. Вот история этого года. Значит, Иркутская область. Посеяли, клубеньки есть, все хорошо. Пошли гербицидами. Немножечко переборщили. Соя стрессанула. Через 7-10 дней присылает мне фотографию, куда исчезли клубеньки. Исчезли. Да, просто. Все было, все хорошо. Работаем чем? Питанием. Для того, чтобы направить сахара в корни, чтобы... Ну, ассимилианты, чтобы... Да, да, да. Через 10 дней присылают корни с такими клубеньками, как картошка. Вот. Все, все. То есть вопрос в чем? Невероятная вещь. Нет, вопрос. Прекращение фиксации азота клубеньками. Это часто встречающееся явление на протяжении вегетации сои. Оно происходит по стрессам. Разные формы. Кирбицы. Абиотический, биотический фактор. Вот. То есть когда клубеньки не получают главный продукт своей жизнедеятельности углеводы, да, то есть активный легоглобин переходит в неактивный холиглобин, да. Все. То есть часть клубеньков отмирает, а часть просто прекращает деятельность. И для того, чтобы нам постоянно поддерживать жизнь клубеньков, мы должны постоянно поддерживать вот этот насос, симпатический аппарат, он работает только так. Растения, углеводы взамен азот. Не азот углеводы, а углеводы азот. И когда мы это поймем, и когда мы это будем качать, этот насос, у нас будут всегда клубеньки, даже в части после гербицидных стрессов, засух и так далее, то есть и этот насос будет качаться. И с Игорем я согласен. Клубеньки – это залог хорошего протеина. Клубеньки должны быть. Итак, на теме инокуляции семян мы прерываемся и увидимся с вами ровно через неделю, где продолжим тему питания сои. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова